Зачем нам это? У нас есть ножи и так далее. Они у вас что, растут из какого-то места, да? Из тела. У хищников все из тела растет, все приспособления. А у вас? А вам не надо? Вы так так тогда не надо о биологической природе своего естества, потреблении мяса говорить, а? Не так ли? Учебник логика. Кто-то и правду должен вам сказать. И вот теперь попробуйте привести аргументы. Только именно аргументы попробуйте. Или скажите честно, да, я все понял, все правильно, но я такой слабак, слезняк, я так зависим от жрачки, что лучше я сдохну пораньше, буду есть все что угодно, лишь бы в удовольствие было, и мне плевать на все. Тоже будет честный подход, по крайней мере честный. Ну, я же скажу, молодцы, вы честны перед собой и не стали, как баран, упираться. Для ребенка, маленького, еще не искалеченного вами, любой животное друг, но не еда. И это инстинкт. Ребенок не кинется, как маленький волчонок, грызть плоть. Он будет гладить это маленькое другое животное, ну, по размеру с себя, что называется, да, своему. И это для него друг, но не еда. Все. Больше вообще даже говорить не надо было ни о чем. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители моего канала в ютубе. Сегодня будет такой выпуск, как бы хотел назвать его очередным номером ответа на вопросы. По сути, это ответы на три вопроса, но тема одна. Тема, которую я объяснял уже много раз, но появляется много новых зрителей, да и старые они все понимают. Люди подвержены, так сказать, чужому мнению очень сильно, особенно, когда на них давят, когда в обществе что-то принято. Ну, и это давлеет, очень сильно давлеет, даже вроде бы над разумными людьми. И вот сегодня я просто вынужден по многим этим причинам и другим сделать это видео. О чем оно? О мясе, о естественности, неестественности, о аминокислотах, о любимом метионине и другие темы сейчас я раскрою. Очень важная тема на логику, на разум, на здравый смысл. Не на веру, не на убежденность. Давайте отбросим все свои верования, убежденности, уверенности. И давайте будем разумными людьми и давайте будем все-таки логически мыслить. Итак, начнем. Георгий Светлов написал очередное письмо. Кстати, в 10 части, ответов на вопросы, он писал о том, что вот с переломом шейки бедра попал в больницу, ему, по-моему, 37 лет, но за 30. И он был вынужден, как он говорит, есть мясо, потому что его родители, там он один живет, и мама за ним фактически ухаживала. Он был вынужден, потому что, так сказать, вот все накинули, что это у тебя из-за перелома, а в вот это отделение больницы, он травматологическое попал, где даже койки стояли в коридорах, не хватало места, сколько людей попало с переломами в больницу в этот момент, ну и вообще там находилось. Так вот, резонный вопрос ему так один зритель тоже в комментарии под его письмом изъяснил, что а как же тогда вот эти люди, они же все мясоеды, ну, веганов там не было, естественно, это все практически, да, ну, скажем, практически, они же мясоеды, и как же они с переломами, если, мол, вот, как говорят ему и врачи, и родители, у тебя от того, что ты веган, вот это вот случилось. А как же резонный вопрос, вот все остальные, то есть может быть один на сто или один на тысячу веган с переломом может быть. Так в чем тут дело, и где доказательная база, конкретно, аргументированно, так нет, проблема там в другом, но уверен, я это дефицит витамина D3, потому что при дефиците витамина D3, D2, D3, как раз кальций усваивается плохо, и кости могут быть хрупкими в том числе. Хотя бывают случаи, когда человек, вон, как я приводил пример, оступился, прям на лестнице пяткой ударился, перелом пятки у мясоеда обычного человека, и он полгода в больнице лежит, потому что ходить просто не может, а пятка заживает очень тяжело. Так вот, причины разные, но дурь человеческая, убежденность, а они же рады были, вот эти родственники, они говорят, ну, наконец-то, вот, мол, мы были правы, мы тебе говорили, ну, он сдался. Человек поступился со своими принципами, он сдался, он пошел у них на поводу, и ладно бы, действительно, ну, сказать, это было бы действительно нужно, необходимо и так далее. Но не будем об этом сейчас, а давайте послушаем, что пишет этот человек, что он пишет дальше. Пишет Георгий Светлов. В плане питания невозможно доказать, что белки не нужны, тем более животные, ведь врачи же говорят, что белок нужен. Любители мяса считают, что раз мы люди, животные, значит, питаться нужно животными белками, да и вообще животной пищей. Вечная война. То есть он как бы понимает, хочет, но по каким-то причинам писал, там уступил, тем не менее стал, опять все это есть. Так вот, давайте по пунктам разберем. В плане питания невозможно доказать, что белки не нужны, тем более животные, ведь врачи говорят, что белок нужен. Это первая как бы часть условно его, вот этого короткого письма. Значит, ну, доказать, что животные белки не нужны, вообще белки, это элементарно, это просто элементарно. Я это много раз делал, но придется сейчас все это воедино собрать и здесь все это объяснить. Возможно, кому-то из вас будет полезно доказать кому-то, кому вы не можете доказать это. И пусть попробуют эти люди аргументированно мне привести доводы, которые бы противоречили и доказывали бы, что неправ я. Пусть попробуют они это сделать, но аргументированно они так, что врачи говорят. Да врачи много чего говорят, что вино пить можно, умеренно, конечно же, и так далее. И они много чего говорят врачи. И то, что прививки всем надо делать, а скоро врачи будут говорить, вот просто по инструкции брать. Вот у вас такая проблема, ага, опросник. Ну, то есть, так же могли бы и вы делать. Любой вот дворник, там столер, плотник, вот любой человек. А потом просто из этого всего выбирать, что нужно делать. То есть, вот по инструкции, там уже все сказано. Вот скоро будет такое. Так что врачи много чего говорят. Теперь давайте разбираться конкретно. Итак, мясо нужно, белки нужны. Любой белок животного происхождения, растительного, попав к нам в пищеварительную систему, сначала в ротовую полость. Обрабатывается, кстати, когда мы жуем, слюная амилаза. А как называется она? Птиолин, да? Так вот, слюная амилаза – это фермент, который расщепляет углеводы. Это так, мелочь, но тем не менее. Мы не будем сейчас говорить про ротовую полость строения ее и биохимию. Пищевод и вот желудок. В желудке кислая среда, да, действительно, чтобы белки дентурировались и фермент пепсин, который расщепляет белки. И некоторые по глупости, я даже усугублю эту тему, более подробно расскажу, говорят. Ну вот, это орган, который нужен для переваривания мяса. Итак, учите науку логика. А другой аргумент я вам на это приведу. А желудок – это не что иное, как дезинфицирующий барьер на пути попадания в организм инфекции. Почему? Что такое инфекция? Это вирусы, грибки, бактерии, ну, яйца глистов или там сами они, да? Так вот, что это такое? Это белки, это белковые природы существа. Так вот, чтобы белок уничтожить, донатурировать, нужна как раз кислота, фермент пепсин. И вот желудок – это дезинфицирующий барьер. Ну как, аргумент менее важный или более перевешивающий тот довод? Так вот, это как раз барьер. Потому что с пищей всегда к нам что-то попадает. И потому есть надо, правильно говорят, малыми порциями. Лучше здоровье будет. Потому что лучше дезинфицирующий барьер справляется с переработкой, во-первых, пищи. Во-вторых, с обезвреживанием тех или иных попавших в организм бактерий, вирусов, грибков. Идем дальше. Хорошо, переваривается эта пища. Пусть даже мясо и прочее, отчасти это так, хотя не в полной мере, потому что это пищевой комок. Еще важно, что вы едите совместно с тем же мясом. Но это другая тема. Проходит через фильтр уже в 12-перстную кишку. То есть следующий отдел ЖКТ – это часть тонкого кишечника. Ну а что там происходит? Там происходит допереваривание белков, пищи, любой пищи. Потому что через общий желчный проток выделяется, во-первых, сама желчь, которую синтезирует печень и накапливает отчасти, как резервуар, да, для быстрого, мощного выброса большого количества желчи. Если соответствующей жирной пищи человек съел много. Так вот, выбрасывается, во-первых, желчь, которая в липидном обмене участвует. Ну и не только, а плюс к этому панкреатическая железа, поджелудочная железа, да, она синтезирует, вырабатывает три основных фермента. Это трепсин, липаза, амилаза. Трепсин допереваривает белки, не переваренные в желудке. Амилаза – углеводы, ну а липаза – жиры. Соответственно, участвует в жировом обмене. Итак, среда там щелочная. Мясо переваривается только в кислой среде желудка. И то, что попало в 12-перстную кишку, практически не может перевариться. Да, на помощь вступают патогенные бактерии. Именно патогенные, не симбиотические наши родные. Потому что у тех, кто ест мясо и вообще вареную жареную пищу, естественно, патогенной микрофлоры очень много. Да, она помогает нам в какой-то мере. Не дает погибнуть сразу от просто непереваривания. Потому что наша ферментная база не справится с системой. А симбиотические наши бактерии, как бы вы ни хотели, их пища другая родная. Они переваривают живую растительную клетчатку. И на выходе у них все аминокислоты, витамины, включая В12 и так далее. Но и проблема только не усвоения в том, что почти у всех людей современности есть синдром дырявого кишечника. Это мою лекцию, кстати. Посмотрите, почему синдром перфорированного дырявого кишечника, дисбактериоза сейчас практически у всех людей в той или иной степени. И факторов на это это наша химия пищевая, бытовая и прочее. То есть у всех, даже у веганов, у сыроедов почти у всех. Решить проблему можно, тема отдельной передачи. И поэтому посмотрите два видео. Вот это синдром дырявого кишечника и почему мы сейчас не можем питаться только плодами. Хотя эта пища как раз видовая человеческая. Но идем дальше. Пища попала в 12-перстную кишку. Она обрабатывается ферментами. Ее переваривает кишечная микрофлора. Но все равно в полной мере высокомолекулярные белки, сложные вот эти животные белки, в основном это мышечная ткань, трупов убитых животных, то есть двигательную функцию выполняла в организмах тех или иных животных. Причем белки совершенно разные, структура разная. У разных групп животных разный групп мышц. И вот в полной мере это никогда не переваривается. Часть непереваренных белков в виде полипептидных цепочек. Коннектор и прям высокомолекулярных белков попало в кишечник. Что происходит дальше? Полностью не переваривается. Но время и место дислокации этих останков, скажем, они уже подошли к тому месту, где идет в стенках тонкого кишечника перфорация. И в кровь должны перейти вот эти питательные вещества в виде мономеров. Но эти полимеры, то есть многоцепочечные такие элементы, они тем не менее все-таки проходят в эти перфорации отчасти. Небольшой процент. Но этого достаточно, чтобы возникла моментальная реакция антигена-антитела. Это наша иммунная система, так природой предусмотрено, борется, чтобы в кровь, то есть во все клетки потом уже, да, потому что кровь переносит питательные вещества, кислород, во все ткани клетки нашего организма. Так вот, чтобы яды, токсины, чужеродные главные белки, высокомолекулярные белки являются чужеродными для нашего организма. Почему? Потому что они образовались не в нашем организме. Но дальше вы еще подробнее, понятнее уясните себя, что я имею в виду. Так вот, возникает сразу реакция антигена-антитела. Это наши иммунные клетки, антитела, лейкоциты различных видов и так далее. Они атакуют любые чужеродные агенты, то есть антигены, попавшие к нам в организм. Реакция идет не на название, как вы, я надеюсь, понимаете. Вот человек придумал название, просто чтобы понимать, что есть что. А реакция идет на структуру. Так вот, на высокомолекулярный любой белок, чужеродный белок. Может быть, это вирус, грибок, бактерия, либо белок съеденной рыбы, куриной ножки, белка яичного и так далее. Что происходит следующим образом? Даже учили в школе вы все, что такое фагоцитоз. Это пожирание, когда, допустим, макрофаг или там, скажем, какой-то лейкоцит иной, вот он раз поглощает белковую молекулу, там вирус, допустим, или какую-нибудь бактерию, и лизирует, погибает, и вместе они погибают, потому что он выполнил свою задачу, съел. Происходит утилизация гибели, утилизация двух белковых клеток, скажем так. И вот миллионы таких клеток наших иммунных атакуют. Какое насилие над иммунной системой? Кстати, эти же клетки тоже белки. Так какой идет расход белка? Сумасшедший, кстати, на это переваривание. То есть, по сути, энергия ферментов, само образование ферментов, это тоже белки. В нашем организме это требует огромных энергозатрат, это требует самих белков. И вот на это переваривание белков мы тратим белка даже больше, чем дается нам на выходе. Тем более, если мы едим вареный-жареный белок, вот этот, денатурированный уже. И это отдельная тема, сейчас я этого тоже коснусь. Так вот, даже если едим сырое, то тогда вот эта реакция антигена-антитела, два белковых тела погибло, и в организме начинается что? Разложение. Ну, вот киньте мясо куда-нибудь на улицу и посмотрите, что если его никто не съест, собаки, кошки, что будет дальше? Она будет гнить, источать страшный запах. Ну, как, собственно, источают те люди, кто ест мясо, когда они в туалет ходят, там вообще страшное дело. То есть гниение происходит, естественно. Что дальше? Продукты эти метаболизма, яды, токсины, это путрисыны, кадаверин, кадавер по латыни, труп. Вот трупные яды образуются, и гнойные токсины в организме, которые в полной мере не выводятся. У нас есть четыре выделительных системы. Почки. Ну, понятно, кишечник, да, через прямую кишку. Значит, и в просвет кишечника выделяются яды, в толстую кишку, там, естественно, лимфа туда. Отработанный метаболизм клеток через межклеточное пространство, через лимфу. В толстый кишечник тоже в виде таких сосочков вот эти складки выходят и, соответственно, выдают токсичные вещества. Потом легкие и кожа, да, как самый большой орган выделительный, вообще самый большой орган у нас в организме. Такой внешний, защитный, но не только, и выделительный. Так вот, всему есть предел. И когда-то по многим причинам, а современная наша жизнь полна тех факторов, которые не действовали на наших предков, бабушек, дедушек. Поэтому хватит про бабушек, дедушек говорить глупости. Сейчас уже не та жизнь совершенно, экология, питание в детстве, экологическая пища, дефицит питательных веществ, обработка токсичными веществами, газами, ядохимикатами в быту, через капельку ферри, через зубную пасту и так далее. Поэтому давайте про бабушек забудем, ахинею эту нести. Так вот, сейчас болезни все помолодели. По многим причинам, кстати, бабушки жили более бедно, чем вы. И они мясо ели, если ели, конечно, 5-6 раз в год. Ну, может быть, 15. Поэтому прекратите пороть ахинею. Итак, идем дальше. И вот эти яды, токсины в полной мере не могут выводиться из организма. И тогда организм их складирует внутри. Это любые полости нашего организма. Нижняя треть легких. Это гайморовые и прочие пазухи. Это складки толстого кишечника, там в виде дегидрированных каловых камней. Складируются, утилизируются продукты метаболизма, которые не могут вывестись из организма по многим причинам. Нехватка энергии, воды, кстати, как растворителя. Вы же пьете, наверное, не воду, ну, многие из вас, а там кофе, компот, чай, кисель, морс, воды какие-то и так далее. Между молекулами, когда воды что-то растворено, это не растворитель. Вода уже перестает быть растворителем. Это раствор. Там уже что-то растворено. Свойства такой жидкости не есть свойства воды как растворителя. Тем более, вода с определенными физико-химическими свойствами только работает как идеальный растворитель. Но, впрочем, это лекции мои по воде. А вот что дальше. Эти токсичные вещества складываются, скапливаются даже в межклеточном пространстве. И, когда лимфа плохо работает, не может вывести продукты метаболизма. В частности, закалывая камни в кишечнике, лимфа практически не может вывести в полной мере продукты метаболизма. Что происходит дальше? Ну, а дальше происходит следующее. Токсичные вещества накапливаются и в токсичной, соответственно, уже лимфе, и в клетке в виде кацервата, в таких мешочках с гноем, в миллиардах клеток нашего организма. Ну, и происходит постепенное отравление. Токсичные вещества действуют и на ДНК. Нарушается процесс передачи наследственной информации. Нарушается процесс деления клетки путем метоза, путем удвоения. Обычные ткани делятся бесполым путем, именно удвоением. И только половые клетки, процесс миоза, это уже другой процесс. Так вот, суть в том, что передача наследственной информации когда-то идет с ошибками. От деления к делению клетки, когда количество ошибок накапливается слишком, возникают аномальные клетки. Это онкология. Причины рака несколько. Я в своих многих лекциях про онкологию объяснял причины. Это грибковые поражения, но это вторичные уже, понимаете? А первичные, первопричины, первоосновы, это неадекватное, нечеловеческое, неестественное питание, которое приводит при прочих проблемах и факторах, которые дополнительно действуют на организм, вот к этим проблемам. Ну и, соответственно, это онкология. Вся аутоиммунность заболевания связана с потреблением мяса. Подагра, про которую мне многие пишут, болезнь богатых, это непосредственно накопление уратов натрия, это поедание мяса. И тысячи других болезней связаны с потреблением мяса и вообще высокомолекулярных белков. Теперь другой момент давайте разберем. Что вы едите? Ну, кто ест? Вы что отрываете, отрезаете у жертвы кусок мяса и быстрее его проглатываете, как это делают хищники? Нет. Вы едите денатурированный уже продукт. В биологии есть понятие. Полная необратимая денатурация белков. Это утеря природных свойств способностей живой клетки к жизни, размножению, делению и так далее. Почему необратимая? А потому что обратный процесс превращения в живую клетку или в отдельные элементы уже невозможен. Это происходит при разрушении первичной структуры белка, при нагреве выше 70 градусов. Вы жарите при температуре 100, 200 или больше. Происходит полная необратимая денатурация белка. Вы уже не получаете белки. Вы получаете безжизненную аморфную массу, которую называете готовым мясом или как-то еще. И поэтому это уже фикция только потому, что вы едите мясо. Ну хорошо, бывшее мясо вы едите. Ну вот, то есть мышечную ткань, трупа убитого животного. Это правильно назвать мясо именно так. Но мертвое денатурированное вещество. И вы хотите, чтобы из неживого аморфного вещества образовались белковые ваши клетки. Отчасти это происходит, но не потому, что это усваивается. Потому что кишечная патогенная микрофлора, специфические грибки и бактерии, которые все-таки и эту пищу переваривают, редуценты. В природе, в экологии они называются редуцентами. Эти виды бактерий и грибков, разложители. Они, заселяясь у нас, попадая разными путями, находят свою пищу. И они не дают нам сразу погибнуть. Это плюс. Но они также выделяют продукты своего метаболизма, жизнедеятельности и травят нас также сами. Ну и тем не менее, все-таки эта пища переваривается в большей мере. Но гнойные токсины и трупные яды в такой мере выделяются уже от самого продукта и от жизнедеятельности патогенных микроорганизмов, что мы не можем справляться, наши организмы, с этим выделением всего, что мы едим. Добавим к этому малоподвижный образ жизни, отсутствие движения нормального воды, плохо работающей выделительной системы. И все, что я перечислял и еще не перечислял, но я в других своих лекциях, конечно же, давно говорил. Сейчас не буду, иначе слишком она длинная будет. Так вот, мы получаем на выходе болезни, которые помолодели. Они бы все равно были, и любой человек, кто ест мясо, умирает от рака. Гарантированно. Это естественно, логично и справедливо. Вопрос только в том, в каком возрасте. Или доживет ли он до рака или нет. Потому что многие умирают от инсульта и инфаркта по вполне понятным причинам. И просто не успели бы дожить до онкологии. А конечная стадия нарушения деления клеток – это рак. Всегда. Просто не все доживают. Но мясоеды умрут от рака. Всегда подчеркиваю, если раньше они только лишь не умрут от инсульта и инфаркта. Что тоже вполне вероятно. Идем дальше. Если проанализировать всю анатомию, морфологию, биохимию организма человека, то на выходе мы получаем, что человек является плодоядным существом. Конечно же, не травоядным. Естественно, не плотоядным, то есть мясоядным. Нет. Конечно же, не всеядным. Потому что это все, так сказать, дешевые отмазки. Всеядных животных в природе очень мало. И опять-таки же, эти всеядные, в основном растительноядные, от безысходности, от голода, только от других причин, едят мясо. И по причинам наличия паразитов в их организмах. Теперь, значит, что касается человека. Это исключительно плодоядное существо. Но почему мы не можем питаться только плодами, несмотря на то, что это наша видовая пища, вот в этом видео я пояснил. И здесь не веганство сыроиднее виновата, а сами люди, которые с собой такое сотворили, с природой, с человеческим миром, ну и так далее. Теперь подводим итог и непосредственно, почему белки нам не нужны. Нам нужны, дорогие друзья, говоря о белках аминокислоты, а не белки. Почему? Аминокислоты это как бы кирпичики, из которых состоят вот эти кирпичные стены, то есть белковые молекулы. Аминокислоты это мономеры, а полимеры это белки. И белки нам, конечно, нужны, необходимы. Каждая клетка нашего организма, дорогие друзья, из миллиардов клеток, каждая, любого органа, любой группы ткани, способна и. Она, собственно, каждая клетка и синтезирует. Нужны ей клетки, а значит ткани, органу, нужные белки. Как? Очень просто. Путем биосинтеза белка есть такой процесс, довольно-таки непростой, но если его в двух словах описать, то в органеллах, которые называются рибосомами, происходит процесс биосинтеза белка, то есть сборки, сборки. Из чего он собирается? Белок, нужный нашему органу ткани в данный момент времени. Кстати, это знает, какой белок конкретно синтезировать, только, ну, это какие-то высшие законы природы. Ни один академик этого не знает, в какой клетке в данный момент времени нужен какой белок. И вот белки синтезируются из аминокислот, дорогие друзья. Вот из этих мономеров, а аминокислоты попадают к нам в организм с пищей, но не обязательно с мясной. И мяса здесь вообще не нужно. Нужно, чтобы все эти аминокислоты, вот все 24 из 24, все 8 из 8 незаменимых, попали к нам в организм. Так? Хорошо. Это первый способ. Второй, кстати, есть тоже. Это синтез. Все аминокислоты без исключения синтезируют наша симбиотическая родная кишечная микрофлора, если она здоровая, если она не подавлена патогенной, вредной, если мы питаемся адекватно, если мы очистили свой организм, если мы более-менее едим экологическую пищу, да, сейчас вот это все вроде бы проблемы, но я-то говорю, как должно быть и как есть, и как было всегда. Вот ведь мы о чем говорим, не так ли? Поэтому. Значит, надо помнить, что нам белки в этом смысле вообще не нужны никакие, а нам нужны что? Аминокислоты. Потому что из аминокислот строятся белки в каждой клетке нашего организма, и потому в организм мы должны поставить аминокислоты. Если мы поставляем белки сложные, высокомолекулярные, длинноцепочечные, то такие белки в полной мере не перевариваются, и тогда их атакует иммунная система, и возникает реакция антигена, антитела с образованием токсинов, трупных ядов и других продуктов метаболизма, токсичных очень, которые в полной мере не выводятся из организма и влияют на биохимию организма клеток, вызывая мутации, вызывая аномальные развития клеток и тканей. Значит, вот такова природа, такова есть суть биохимии данного вопроса. Теперь возникает вопрос, а где же тогда брать белок? Да он есть во всех растительных продуктах в той или иной степени. Если, конечно, дефицит у человека каких-то аминокислот, то просто надо понять, каких, и поставлять их с теми или иными продуктами питания. А в растительных продуктах питания есть исключительно все аминокислоты, включая все незаменимые. Таких продуктов много, например, сныть, крапива, шпинат, например, конопля, амарант. Там есть все незаменимые аминокислоты, без исключения. Но ведь есть много продуктов, где нет, например, всех восьми незаменимых в одном продукте, из-за чего весь сырбор нам орут эти толстые академики, которые очень любят мясо, потому они орут. Ну или они вообще профнепригодные из таких глупостей говорят, что нужно есть мясо, именно мясо, потому что там полноценный белок. А зачем нам полноценный белок? Может быть мы тогда и глаз своего врага должны съесть, ну чтобы лучше видеть. Это же именно точно такой же бред и абсурд, что эти умники говорят. Ведь если нам нужны все незаменимые аминокислоты для нашего процесса биосинтеза белка в каждой клетке, а это правда, то надо просто чтобы с пищей, хотя бы с пищей, ладно, не будем брать в пример вообще возможность организма синтезировать все, включая незаменимые аминокислоты нашей кишечной микрофлоры. И еще третий есть способ, я о нем тоже давно, много лет назад говорил, это азотофиксирующие бактерии, которые при здоровом кишечнике и пище тоже живут в кишечнике, и свободный азот фиксируют из воздуха и синтезируют все аминокислоты, абсолютно все, включая незаменимые. То есть три способа. А четвертая еще рециркуляция белка в организме. Печень способна разбирать белки и синтезировать белки из разобранных, из фрагментов. Опять белки нужны, по крайней мере, плазмой крови, да, то есть огромное количество белка синтезирует орган печень, да, которые потом эти белки могут идти в другие органы ткани организма. Ну хорошо, три основных. Так вот, ну мы сейчас говорим вообще про один единственный, вот как врачи считают вот эти вот до сих пор, что существует прям единственный способ с пищей. Так, прям напрямую. Хорошо, давайте это. Итак, еще раз. С пищей, из растительной пищи, из разной мы можем получить все незаменимые аминокислоты. Ну кто запрещает съесть два продукта, три, пять в салате, десять, двадцать пять в течение дня. И мы можем получить, по-любому, зная в каких продуктах что содержится, полный объем необходимый и даже больше. Можем в пять раз больше получить, а можем в двадцать пять раз больше получить белка, только почки погубите из-за огромного количества белка, как это когда-то в Китае модно стало. Спирулину есть там действительно уникальнейший продукт, в котором есть все восемь из восьми незаменимых аминокислот, больших количеств, в идеальном соотношении. И люди стали чуть ли не котлеты лепить. Представляете, идиоты какие. Там 78 на сухой остаток процентов белка в три раза больше, чем в мясе, например, коров. И люди стали котлеты лепить. Ну и почки выкинули на там массово стали, потому что переизбыток белка вызывает отравление страшное. Вот, поэтому растительной пищи, дорогие друзья, белка полным-полно. Можно и качаться, и есть бодибилдеры, веганы и сыроеды даже, да. Есть культуристы, есть разные виды спортсменов, есть легкотлеты, есть те, кто живет больше ста лет, кто-то начнет сейчас придумывать вот эти сказки. Покажите то, покажите. И это все давно уже показано. Вот будут видео под этим, видео ссылочки, там все показано. Вот все, чтобы вы не придумали там, ну вроде бы такую бяку сделать и подцепить, подколоть как-то вроде, так сказать, не получится. Ну это невозможно. Вот против истины вы же не можете попереть. Я там, это все ерунда. Я всего лишь излагаю эти законы природы. Вы потакаете дури свои, защищая мясо. Вы вносите лепту страшных преступлений, убийств и кровопролитий в этот мир. Вы зарабатываете себе очень плохую карму, если мы говорим об этом, так сказать, будущее свое, души и так далее. И вы еще просто в этическом плане поддерживаете вот эти убийства, да. Ну и убиваете свой организм. Мы говорим сейчас о физическом плане. Так вот, возвращаясь к этому, любители мяса считают, что раз мы люди животные, ну мы животные в плане биологическом, ладно, значит питаться нужно животными белками. А теперь я скажу так, на логику. Какая же чушь? Вот, Георгий, вы понимаете, что вы чушь написали? Я понимаю, что вы, может быть, просто фразу сказали этих людей, кто такую чушь говорит. Ну, звучит это не очень хорошо, как будто вы это понимаете или как будто вы не можете найти на это контраргумент. Давайте я вам помогу. Итак, фраза сказана. Любители мяса считают, что раз мы люди животные, значит и питаться нужно животными белками. Олени, лани, коровы, лошади, зайцы, панды, коалы. Не буду дальше перечислять. Тысячи других видов высших млекопитающих животных. Они животные? Ну, я думаю, что все, даже конченые идиоты, скажут, да, это животные. Тогда повторяю фразу. Любители мяса считают, что раз мы люди животные, значит и питаться нужно животными белками. Тогда, исходя из того, что я сказал, и вы поняли, что эти животные, которых я перечислил, являются животными, надо говорить так. Так, любители мяса считают, что раз мы люди животные, значит и питаться нужно растительными белками. Вот вы им прям так тупо и говорите. Нет, вы, любители мяса, должны считать, что коли мы люди животные, то мы должны питаться растительными белками. Я поражаюсь, сколько есть идиотов на свете. Просто конченых идиотов. Еще раз. Вся наша биохимия, анатомия, морфология говорит о том, что мы плодоядные. Но в наше время наше питание, это, собственно говоря, конечно же, овощи, зелень, разные плоды, орехи, там, понятно, корнеплоды, много чего другого. Да, мы должны вносить современное питание и коррективы, потому что есть одна большая беда. Современные почвы бедны питательными веществами, особенно микроэлементами. Это связано с интенсивным сельским хозяйством, с агрохимией, с другими факторами. И подробно освещаю я эту беду, эту проблему глобальную в моей лекции «Лес и почва». Итак, на первое письмо я полагаю, что я ответил, полностью разобрал эту тему, что белки не только животные, но и даже растительные нам не нужны. Что любые белки, попадая в организм, обязаны, они все равно разбираются до мономеров аминокислот, если, конечно, в полной мере происходит. А это проблема. И дальше всасываются в кровь, кровью разносятся в каждую клетку нашего организма, и там уже в рибосомах из этих аминокислот синтезируются белки, нужные нашей клетке в данный момент времени. Этот сакральный процесс сама природа контролирует по определенной программе. И, соответственно, нам нужны просто аминокислоты. Они есть в растительных продуктах, во всех, в той или иной степени. И если каких-то аминокислот не хватает, просто из растительных продуктов, зная, где что содержится, добавляйте те или иные просто продукты в большей или меньшей мере в свой рацион питания. Ну что, разве не логично? Разве не обоснованно? А какие аргументы приводят мясоеды? Врачи те же. Надо есть. Белки полноценны, только мясные. Без мяса не будешь расти. Ну и все в таком духе. То есть железные аргументы. Ну прям такие железные, что даже и невозможно опровергнуть ничего. Идем дальше. Второе письмо. Лариса Дядичко пишет. Юрий Андреевич, здравствуйте. Посмотрите, пожалуйста, ролик наших профессоров и диетологов, доказывающих пользу мяса и молока. Да. Они тоже ссылаются на биохимию. Я, кстати, никогда не видел, чтобы они ссылались на биохимию. Это люди-обыватели так пишут. Они просто говорят. С точки зрения биохимии, вот такие вот академики, такие особенно как Бронштейн в одном том видео. Покажите помощнику своему, говорю. Очень интересное, кстати, видео. Посмотрите на их аргументы. Вот, кстати, ток-шоу было, где они приводят аргументы. Посмотрите потом это видео, какие они приводят аргументы. Ну и вот их аргументы обычно вкусно, полезно, необходимо, полноценные белки и десятки других заученных фраз, которые ничего абсолютно не говорят ни о чем и ничего не доказывают. Тем не менее, они ссылаются на биохимию. Они, знаете, как ссылаются? С точки зрения биохимии и все. Вот так они ссылаются. Я согласен. Прокомментируйте, пожалуйста. Особенно непонятно мне... Я поражаюсь. Я поражаюсь. Как это может быть непонятно? В кавычках. Я молочко и мясо не ем. Где мне взять метионин? Видите, они все время придумывают пугалки. Включая вот такие, как метионин. Другие люди мне, зрители, присылают и могут прислать еще что-нибудь. А вот это, а вот это. Люди, давайте последний раз, пожалуйста, вот на этом примере, в железном их аргументе метионине я все поясню. Так же, как было с этой одной толстой бабой. По-другому не скажу об этой женщине, об этой гражданке, которая там про щитовидку там начала песни петь. И я там аргументированно просто привел пример, как она врет. Просто врет. Нагло врет. И сейчас я приведу доказательства полные, неопровержимые, что врут и эти, в кавычках сказать, ученые, врачи, профессора, академики. Значит, прокомментируйте, пожалуйста. Особенно непонятно мне, где мне взять метионин. Это такая незаменимая аминокислота. Они говорят, что он только в твороге и мясе. Благодарю. И дает видео. Я что-то там его начал смотреть. Тошно так стало. Перестал его смотреть, потому что в этом нет никакого смысла. Но поскольку вранье идет просто в самой формулировке, в самом определении. А зачем тогда смотреть? Ну просто если бы там я бы нашел какие-то аргументы, то, что они говорят правду, но ведь они врут уже в самом начале, в самой своей формулировке, подчеркиваю и объясняю. Итак, в чем вранье? Набиваете в Яндексе метионин в продуктах. В каких продуктах содержится метионин, допустим? И у вас открываются таблички. Я попрошу своего программиста, ну чтобы вы не искали, облегчу вам задачу, чтобы вы вообще этим даже не занимались. Вот я вам покажу некоторые таблички. Например, смотрим сразу про метионин белка на каждые 200 калорий продукта. И вот мы видим уже хотя бы в яйцах, в яйцах. То есть содержание выше, чем в любом мясе, в молоке, в сыре, который в два раза меньше. А сыр содержит молоко там и так далее. Творог в два раза меньше, чем некоторые виды мясных так называемых продуктов. Но это ладно. Но также мы видим, что эту аминокислоту метионин содержит огромное количество различных овощей и фруктов. От яблок, банана, даже в авокадо, где в основном жиры есть метионин. Даже картофель, гречка, значит, соответственно, кукуруза, фасоль, тофу. Ну и тут совершенно очень короткий список. А сейчас я вам приведу другие примеры. Вот мы видим следующую таблицу, где видим, что помимо творога, а его тут и нет, и мяса, разумеется, ну тут есть и яиц, что я уже сказал. А, кстати, яйца вы можете есть, которые не были оплодотворены в планетической точки зрения, это важно, петухами, куры не были оплодотворены, яйца, соответственно, без зародыша, там нет жизни. И поедая такие яйца, вы не губите жизни в этом смысле этическом. Вы, ваша совесть, могут быть спокойны, а там, ну, больше всего из животных продуктов, то есть из всех продуктов вообще, больше всего метионина в яйцах. Поэтому, аргументы уже поэтому этих врачей, академиков, профессоров негодны, а вы им скажете, ну, а я яйца ем, ну так и что? Что вы мне скажете? В яйцах больше всего метионина, вообще больше всего. Ну и что? То есть надо есть мясо, все равно они... Ну, все равно надо есть мясо, и другое что-нибудь придумано, потому что они хотят жрать просто его, вот и все. Все их отговорки, все их аргументы сводятся к тому, что они оправдывают свою совесть, душу, таким образом, заставляя других есть мясо. Это очень известный психологический ход самоуспокоения. Это люди, глупцы и подлецы, потому что такими подлыми, нечестными методами, обманывая других, они наносят себе вред, ну и другим, себе-то ладно, потому что верят в это, потому что очень хотят жрать мясо. И потому мозги там отключаются, даже у академиков. Но я же к другому все веду. Бобовые, кунжут, фасоль, зерновая, спаржевая, чечевица, нут. Вот чечевица, кстати, огромная, сейчас мы дойдем по цифрам. Пророщенные зерна пшеницы, миндаль, арахис, грецкие орехи, я вообще даже продолжу, многие другие виды орехов. То есть, гораздо больше растительных продуктов содержит метионин по количеству продуктов, чем животные продукты. Но, да, в большинстве растительных продуктов метионина меньше. Но там же как говорят, что метионин только содержится в твороге и мясе. Это что? Это ложь, это вранье, это подлость. Потому что это ложь наглая, которая применена якобы в доказательство того, что они говорят, что надо есть мясо. Значит, ну а теперь вот содержание метионина, лизины и трептофана. Это тоже две незаменимых аминокислоты. На 100 грамм продуктов в миллиграммах. Итак, горох, фасоль, 1600 лизина содержится, метионина 260, трептофана 260. Ну давайте сравним с бараниной и свининой. 1200 лизина, меньше, чем в горохе, чечевице и так далее. Метионина 360, побольше процентов на 35. И трептофана 200, то есть процентов на 25 меньше, чем в горохе и фасоли. Ну как вам это? Я не буду сейчас читать дальше, потому что, собственно говоря, этого уже достаточно. Есть таблицы медицинские, советские. Есть современные, российские. Есть зарубежные. Я проанализировал все. Расхождение есть. Они обусловлены тем, что условия произрастания разные, сорта разные, почвы разные. Но колеблются эти цифры в пределах погрешности относительно разумной. И цифры общие нам говорят вполне понятным, что эти люди врут, что в огромном числе растительных продуктов существует, есть, находятся аминокислоты. Все, включая метионин, конечно же. Поэтому вот ответ на ваш вопрос. Но я поражаюсь людям. Неужели вы, товарищи дорогие, будете мне и дальше писать вот эту ахинею, приводить примеры? Вам лень открыть таблички, вам лень посмотреть, а не врут ли вам вот эти ученые? Я поражаюсь, что происходит. Но я так этой женщине написал. Здравствуйте. Как же все это надоело. Я не к вам претензии предъявляю. К ним. Заткните им глотку вот этими таблицами. Есть метионины в чечевице, в кунжуте, нуте, сои, проростках, миндале, многих орехах, конопле, амаранти, там вообще клаби. Конопля содержит все аминокислоты, незаменимые, включая в идеальном соотношении в таком, что в Древней Руси даже когда не было, вот например, мать погибала, кормилиц тоже не было, то применяли не козье какое-то или коровье молоко, а именно конопляное. Потому что оно даже слабых маленьких цыплят, которые идеальные уже там комбикарма не едят, не могут. Конопляные очищенные семечки будут и есть, и быстро поправляться за считанные часы состояние здоровья улучшается и так далее. Ну хорошо. Я дальше пишу. Ну пусть тогда желтки от кур едят, которые не были оплодотворены. Ну тогда и этикс соблюдена, и метионин, и прочие все семь незаменимых аминокислот они получат, а также витамин В12, Д3, омега-3 жирные кислоты, такие как ЭПК и ДГК, то есть из яиц, желтков, да? Вот, пожалуйста, в чем проблема? Мясо им подавай. Проблема просто в том, что они его жрать хотят. Вкусно им. Вот и хотят оправдать себя в своих преступлениях. Или они дебилы, или подонки. Ну потому что врут нагло, цинично. Или они просто дебилы, потому что непростительно врачам, профессорам не знать такое, ну хотя бы где содержится та или иная аминокислота. Я просто поражаюсь. Вот и судите об их уровне развития и профнепригодности. Дорогие товарищи, я советую вам и в первую очередь вот врачам, профессорам, умникам, которые орут и заставляют кого-то из членов семьи есть то, что есть человеку. Просто не свойственно, нельзя, глупо, преступно и так далее. Показать такие мои видео, как клыки. Как доказательство, что человек мясоядное существо. Ну в кавычках, разумеется. Там вы найдете аргументы. Явный, очевидный, вот такого же уровня порядка, которые говорят как раз о том, что люди только ищут в себе повода в оправдании своих глупостей, привычек, пристрастий, порочных зависимостей и так далее. Только ищут оправдание. Им лишь бы что найти. Они еще что-то придумают. Но все, что бы они ни придумали, разбиваются глыбы, фактов, истины, законов природы и биохимии. Покажите им мою рубрику «Сосиска в голове». Долго я ее не продолжаю, что-нибудь сделаю скоро. Но по сути вот это видео тоже неким таким подобным является. Так вот две части «Сосиска в голове». Покажите им другие мои видео. Вот под этим видео, еще раз говорю, будут ссылочки. Но видео на 20, которые полностью разбирают эту тему и отвечают на сотни вопросов, которые только люди могут придумать. Если вы честные люди, вот давайте я обращаюсь к таким ярым мясоедам, которые все-таки уверены, что это нужно есть и так далее, потому что вы хотите это есть. И вам вкусно, приятно, и вам по барабану все остальное, но вы пытаетесь совесть свою оправдать или убедить других в том, что вы правы, чтобы со спокойной душой все это потреблять. Так вот, у вас нет ни одного аргумента, быть его просто не может. Но если вы найдете какой-то аргумент, докажете неопровержимо, да, то я готов признать свои ошибки, если вы это сделаете. Выплатить вам большие деньги, ну, например, 1500 рублей за то, что вы сможете это аргументированно доказать. Только перед тем, как аргументированно доказывать, а теперь мне приходится это говорить в наши дни, сначала прочтите вот этот учебник логика, потому что я же привел вам на логику примеры, а эти люди тоже, видимо, думали, что они приводят аргументы. Они не аргумент приводили, они фантазии приводили, а логичные. Только через логику, дорогие друзья, будем общаться. Через логику. И пусть будет эти мои видео вам тестом на трусость. Если вы не трусы, если вы не боитесь услышать аргументы, которые перечеркнут ваше верование, если вы не боитесь, а многие боятся на самом-то деле, если себя не обманывать, именно боятся, то тогда посмотрите эти видео, не бойтесь, посмотрите. И думайте, но только именно думайте, сопоставляйте, посмотрите, я ли в аргументации прав или вы. Есть ли у вас аргументы или у вас только желание на поверку окажется. Договорились, нет? Ну и последнее письмо, третье. Арсен Исаевич по-английски. Вот обязать бы каждого желающего мяса, особенно лиц женского пола, особенно я от себя скажу, маникюренные такие ноготочки, которые себя хищницами считают. Вот такие есть дамочки. Резать животину собственноручно. Уверен, что половина горячих голов резко сократится. Я думаю, 90%. Тупо вручить им ножи в руки и выпустить в открытое поле, да даже в комнату, как сделали вот эти ребята, которые выпустили английский вот этот ролик. Посмотрите его, дорогие друзья, вот это видео. Давайте покажем кадры сейчас. Но видео само будет под этим. Вы его сможете посмотреть. Кадры из этого видео сейчас перед вами щелкают, мелькают. Когда человек в ресторан пришел, радостный, сейчас ему выбрал мясо, отличный выбор, говорит официант, пожалуйста, пойдемте со мной. И вот в комнату заводят, а там свинья и дают ему нож. И тут у человека начинается какое-то переосмысление. А то привыкли все. Мясо, что-то аморфное, непонятное, неживое, что-то привычное, естественное, должное и безжизненное, да? А это чья-то жизнеднятая. Это чья-то страшная боль, пролитая кровь у животных, у которых есть, как и у вас, горлопанов, высшая нервная система, кровь, боль, страдания, чувства, у которых есть страх перед вами, когда в глаза смотрите вы, корове, свинье, неважно, не вы преступник, когда вы ее убиваете, но вы преступник, когда вы своим кошельком голосуете, потому что вы соучастник этого преступления. Потому что вы тот же человек и будете нести такую же ответственность, как и тот, кто лично убил. И вот продолжает человек, что посмотрим, что эти бузовы, ну, к примеру, и их поклонники сделают с коровой или рогатым бараном наедине с природой. Да, ну, кстати, очень хороший вариант. А еще лучше без ножа, просто голыми руками. Ну, если вы хищники, у вас есть клыки, наверное, вот это клыки же у вас, да, вы думаете, что это клыки? Ну, супер. И когти, вероятно. Ну, кидайтесь, прыгайте и рвите зубами, вырывайте. Некоторые идиоты скажут тогда, ну, а зачем нам это? У нас есть ножи и так далее. Они у вас что, растут из какого-то места, да, из тела? У хищников все из тела растет, все приспособления. А у вас? А вам не надо, вы так, так тогда не надо о биологической природе своего естества, потреблении мяса говорить, а? Не так ли? Учебник логика, учебник логика. Вы хоть перед тем, как какие-то аргументы приводить, посмотрите, не смешны ли вы будете со своими якобы аргументами? Аргумент это все-таки какой-то некий факт, обосновывающий то или иное предположение. А если вы свое предположение не обосновываете, то и не смейте его считать за таковое предположение. Дорогие друзья, ну и последнее, что я приведу в пример, просто мне вот мой хороший знакомый, товарищ Евгений, которого многие знают под именем Джон Коннор, прислал как-то такое письмо ему. Человек написал, а он, ну, сначала, видимо, аргумент этот привести не смог. А человек прислал ролик, где обезьяны что-то поедают, там, животных каких-то ловят, там, или кусок мяса. И человек приславший, ну, естественно, закоренелый мясоед, радуется, вот, мол, все аргументы веганов, мол, почему-то только непонятно все, перечеркнуты вот этим фактом. Какова же причина таким аномалиям? Ведь прекрасно понятно, что с точки зрения биохимии, биологии, физиологии, приматы это плодоядные существа, некоторые травоядные, как горилла, например. То есть они даже плоды почти не едят, а едят именно растительность, зеленые части растений, да? Так вот, что я вам на это скажу? Очень просто. Я могу вам привести много примеров, когда паразиты, или, скажем, поражение вирусами, грибками, определенными бактериями, приводят к нарушению работы нервной системы. И тогда происходят аномальные поведения, в том числе пищевые. Например, когда мышь поражается таксоплазмой, она бежит к кошке, сама бежит к кошке, в иных случаях она бы этого не сделала, а наоборот, убегала бы от кошки. Чтобы кошка ее съела. Так это паразитарное создание влияет на психику, чтобы размножиться. Так оно берет верх над высшей нервной деятельностью млекопитающего животного. Вот такие есть паразиты. И поэтому кошка поедает, заражается, передает дальше этого паразита. Идет цикл. Что касается поражения примата в природе, где очень много паразитов различных, это та же самая проблема. Нарушается высшая нервная деятельность, и животное меняет пищевые привычки. Разумеется, такие животные болеют, раньше помирают, когда питаются несвойственной пищей. К тому же не забывайте, что есть еще проблемы голода, когда животные, тоже меняется психика, и они могут съесть несвойственное его виду. Например, олень северный однозначно существо травоядное. Не правда ли? Но бывают случаи, когда они едят леммингов, и тогда тоже у них проблемы с пищеварением, с кишечником, проблемы с здоровьем возникают потом, но от безысходности иногда и по другим причинам, в том числе по паразитарным, они иногда это делают. Но оттого они не перестают быть травоядными животными, так же, как и человек, потому что у него определенная морфология, то есть внешние признаки, биохимия, а также анатомия, внутреннее строение, никак другими не становятся. Оттого, как бы вы ни думали, какие бы вы ни приводили примеры, как бы вы ни хотели оправдать свое неестественное желание в поедании трупов животных, сделать у вас это не получится, потому что вся природа, все законы природы, конечно же, против ваших извращенных фантазий. Не получится. Ничего вы никогда не сможете привести в пример и доказать неестественность, потому что природа всегда мудрее вас, ее законы незыблемы, а вы, фантазеры, выдавая желаемое за действительное, не сможете изменить природу никогда и никак. И еще, посмотрите на себя в зеркало, брутальные мясоеды. Какие бы мышцы вы ни нарастили, как бы вы ни пытались голосом так более брутально сказать, все равно у вас ничего не выйдет, и от этого вы, плодоядное существо, плодоядным существом не станете никогда. Я вас успокоил? Или наоборот, разозлил? Ну что же делать? Жизнь есть жизнь. Кто-то и правду должен вам сказать. И вот теперь попробуйте привести аргументы. Только именно аргументы. Попробуйте. Или скажите честно, как честный человек, я надеюсь, вы честные люди, таковыми вы, наверное, себя считаете. Скажите, я был идиотом. Скажите, да, сдуру повторял за другими чушь, но я теперь понял, осознал, как человек, который имеет логику, умеет причинно-следственными связями мыслить, понимает, что аргументы железные есть законы, есть истина, и потому больше я таким дураком не буду, оболваненным. Или скажите честно, да, я все понял, все правильно, но я такой слабак, слезняк, я так зависим от жрачки, что лучше я сдохну пораньше, буду есть все, что угодно, лишь бы в удовольствие было, и мне плевать на все. Тоже будет честный подход, по крайней мере, честный. Ну, я же скажу, молодцы, вы честны перед собой, и не стали, как баран, упираться и глумиться над здравым смыслом, над правдой, над природой. И последнее, что я скажу, про этику немного. Посмотрите, дорогие друзья, и почитайте или посмотрите вот это видео про первую ступень Льва Николаевича Толстого, где он призывает к совести, к основам человеческой этики, культуры, вот к тем чувствам, которые непорочная душа не может не ощущать. Взрослые люди убалтывают, уговаривают детей, обманывая их, что якобы это нужно, необходимо, животным не больно, а что же делать, это нужно, это другие животные, это нелюбимая кошечка-собачка. Диссонанс вот такой, да? Это, что ж, да, твои друзья, а это специально животных держат, так уж устроено, кто-то еще Бога приплетет, что он тут, мол, кстати, мясо и Библия, посмотрите вот таким людям, посмотрите, честно, наедине с собой. И давайте-ка про заповеди, не где-то там написанные, а заповеди, которые в душе у вас написаны, которые совесть ваша неискалеченная вам говорит и подсказывает. Вот два моих видео «Дети и мясо». Посмотрите их, не бойтесь, правда, посмотрите, как бы тяжело вам смотреть, это не было бы и неприятно. Посмотрите, для честности, для справедливости, для ребенка, маленького, еще неискалеченного вами, любой животный друг, но не еда. Да, и это инстинкт, и это инстинкт. Ребенок не кинется, как маленький волчонок, грызть плоть. Он будет гладить это маленькое другое животное, ну, по размеру с себя, что называется, да, своему, и это для него друг, но не еда, все. Больше вообще даже говорить не надо было ни о чем. И можно было с этого начать, этим закончить, насчет естественности. Но потом вы убиваете душу ребенка по сути, и ребенок уже растет совершенно другим человеком, в той или иной степени, каким мог бы быть, если бы вы эту истину изначальную, главную, основополагающую, которая входит в общее понятие слова «любовь» в широком смысле, вы пока это не изгаживаете, не калечите. Ох, люди, что вы делаете с собой, с детьми? А потом удивляемся, почему следующие, вторая, третья и другие ступени люди спокойно их перешагивают, а потом и через людей перешагивают легко, потому что когда-то в жизни они перешагнули первую ступень. Ну что ж, дорогие товарищи, поэтому, наверное, вы поняли, большинство из вас, я очень верю в это, надеюсь, что ни одного аргумента в пользу поедания мяса, ни одного, ни физического, ни биохимического, ни какого-то для здоровья, ни прочих, тем более, вообще нет, а только пагуба, только пагуба. Не надо приводить примеры про долгожителей, я вам тоже приведу, кто больше 150 жил и не ел мясо. Не надо приводить примеры там про бабушек и дедушек, которые имели другую генетику, росли в других условиях, и пили чистую воду в деревнях, ели здоровые продукты, физически с утра до ночи работали их выделительные системы, как у спортсменов, до поры до времени у спортсменов работали прекрасно, и потому компенсаторные силы и потенциал организма, скажем так, справлялись до поры до времени. Не надо, не надо. Еще раз, не может быть у вас и не будет, и не было никогда объективных, доказательных аргументов. А все, что вы приводили в пример, это ваше желание. Это желание выдавать за белое, черное, ну или наоборот, если вам так больше нравится. Ну что ж, желаю всем здравомыслия, а всем честным, хорошим, порядочным людям крепкого здоровья и успехов в творчестве. Ну и на этом все. До свидания, до новых встреч. Пишите, комментируйте, помогайте распространению этого видео. Спасайте себя, планету, природу. До свидания.